Уже 12 часов продолжается онлайн-марафон организованной корпорацией «Казахстан». В режиме нон-стоп 23 ведущих общаются с экспертами из самых разных сфер и на самые разные темы. Мероприятие собрало 1200 гостей и 300 спикеров. На большой дискуссионной площадке встретились политики и политологи, экономисты и журналисты, блогеры и стендаперы. Продлится все до часу ночи. Трансляция идет в том числе и на YouTube-канале КТК. Ну а наш корреспондент Азиза Закумбаева провела этот день на площадке марафона. Узнаем, что там происходило. Для Казахстана такой многочасовой онлайн-марафон – первая ласточка. Хотя за границей такие – обычная практика. И сопровождают они, как правило, именно выборы. Прямая трансляция идет нон-стоп. Масштабное медиамероприятие сегодня можно было смотреть и в телевизоре, и в соцсетях. В аккаунтах крупнейших казахстанских СМИ, в том числе КТК. У нас сегодня здесь и включение с регионов, мы смотрим, как голосует страна. У нас сегодня включение здесь и различных наблюдателей, и международных, и отечественных активистов, представителей различных штабов, различных общественных объединений. Думаем, будет очень интересно. Для нас самих это первый опыт. Это онлайн-марафон в формате инфотетмент. То есть мы не только информируем, не только предоставляем площадку для дискуссии, но мы и развлекаем сегодня аудиторию, которой сегодня мы планируем 1200 человек побывают на нашей площадке. 1200 человек, свыше 300 экспертов на дискуссионных площадках обсуждают будущее страны и актуальные темы. Депутат Айдос Сарым вспоминает, что-то похожее практиковали на отечественном ТВ еще в 90-е. Но техника не позволяла проводить мероприятия столь масштабно. Можельсмен считает, это может стать хорошей традицией. Ощущение большого праздника тогда тоже было. Ну, нашему поколению, не знаю, в хорошем ли, в плохом ли смысле, повезло дважды переживать перестройку, изменения, кардинальные изменения страны. Это очень такой опыт сильный. Фактически все телеканалы страны сосредоточены на главной теме, где есть возможность быстро обменяться какими-то впечатлениями, рассказать о своих впечатлениях, не влияя на исход голосования, конечно же. За моей спиной та самая дискуссионная площадка, которая не будет пустовать целых 16 часов. Сегодня с 9 утра и до часу ночи в рамках онлайн-марафона сюда приходят эксперты самых разных сфер. Разбег тем очень большой, поводов для дискуссий и споров тоже много. Ну, а в целом здесь царит атмосфера праздника. Собрались блогеры, артисты, спортсмены и музыканты. Одной из тем стало противостояние телевидения и интернета. Блогеры считают себя реальными конкурентами журналистов. Говорят, что работают оперативнее в соцсетях уж точно. Я считаю, что есть нюансы того, что блогеры и журналисты делают разный контент. Журналисты и телевидение делают очень продуманный, качественный контент. Но они могут отставать в оперативности соцсетям. И, конечно же, каждый человек, у которого есть смартфон в руках, он может стать конкурентом любому журналисту. Споры и обсуждения прерывали только во время обнародования данных о явке на участке. Организаторы надеются, что проведение таких масштабных марафонов даст старт новой культуре в отечественных медиа. Азиза Закумбаева, Николай Колесниченко, Столичное бюро, КТК.